Оборудование в рулевой рубке на капитанском мостике Паллады точно такое, как было в 1989 году. При полном отключении обоих двигателей фрегата судно полностью переходит на ручное управление. Так что штурвалы паруса здесь не просто дань древним морским традициям, а вполне действующие механизмы. Этот и другие секреты Паллады его курсанты рассказали и даже показали участникам Всероссийского фестиваля «Наука 0+.» Знаменитое судно на несколько часов стало экскурсионной и учебной площадкой. Мы стараемся в большей степени использовать, конечно, движитель парус с тем, чтобы, во-первых, экономить топливо, а во-вторых, работа с парусами все-таки придает какую-то именно морскую романтику и первое. И второе, закаляет будущих моряков с тем, чтобы они могли определиться, море это вообще их специальность, их дело или не их. Бывают случаи, к сожалению, что некоторые после практики трезво оценивают и меняют свою профессию или дальнейшую жизнь. Чтобы поставить все паруса, курсантам нужно всего 40 минут, но работать порой приходится в экстремальных условиях. Так что неженкам на Палладе места нет, рассказали курсанты своим гостям. Ребята проходят суровые испытания долгими рейсами, разлукой с близкими, штормами, качкой и даже банальной морской болезнью. В первый месяц плавания от нее страдают все новички и, если выдерживают, считают себя настоящими морскими волками. Ночь у нас подняли, сыграли тревогу, оврал, у нас на носу оборвался косой парус. И получается, под порывом ветра его рвало еще сильнее, нас всех выгнали туда, взяли мы шкот и начали тянуть, чтобы его сложить. – Страшно было? – Страшно, ну, нам было весело на самом деле, потому что это экстрим, не знаю, ночью темно, волны, шторм, вода заплескивается на борт. На Палладе участникам фестиваля интересно абсолютно все. Ощущение, что смешались эпохи, появляется, когда проходишь по коридорам красного дерева. В день сегодняшний участников фестиваля «Наука 0 плюс» возвращают абсолютно современные курсантские каюты. Гости фрегата побывали не только в них, но и в учебной аудитории. На верхней палубе осмотрели снасти, которых на судне почти 8 тысяч километров, рулевую рубку и основные навигационные приборы. – Это судно, оно такое громадное, оно просто завораживает, ты смотришь, это настолько все красиво, все, это очень интересно, то есть ты приходишь, видишь все, как оно построено, там всякие узлы, это тебя так захватывает, ты так интерес прививаешь. В принципе, интересно. Паллада – рекордсмен книги рекордов Гиннесса за скорость среди парусных судов своего класса. Интересный факт, во время кругосветного путешествия в 2007-2008 году судно побило свой же рекорд, но его не оформили официально. Помимо научно-исследовательских и представительских функций, сегодня судно выполнило и просветительскую задачу. Участники фестиваля «Наука-0 плюс» не только познакомились с легендарным фрегатом, но и вдохновились морской романтикой. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом.